Девушки отдыхают Деньги некуда девать, но чьи это деньги? Не просто вот украли это, у страны, у людей Хорошие русские, бедные русские Что теперь будет с беглыми богачами? А действительно ли нужно водить активы за рубеж? Это супер-яхта олигарха Искандера Махмудова Она называется «Хищник» В длину 72 метра 80 сантиметров Благодаря своей повышенной мощности и носу с обратным уклоном Яхта способна рассекать волны на скорости в 28 узлов Даже в плохих погодных условиях Оценивают «Хищника» 85 миллионов долларов А это единственная в мире яхта-ледокол «Ладача» Ее длина 77 метров На ней находятся батискаф, две вертолетные площадки, снегоходы, сауна, джакузи, массажный кабинет, тренажерный зал и 6 кают Яхта рассчитана на 12 пассажиров и 24 членов экипажа Она может провести в море до 40 дней Ее стоимость более 100 миллионов евро «Ладача» собственность миллиардера Олега Тинькова Это супер-яхта «Танго» Ее длина 78 метров На судне 7 кают, где с комфортом можно разместить 14 гостей На борту есть бассейн с противотоком СПА-центр с массажным кабинетом и салоном красоты Просторный сандек с кинотеатром под открытым небом Владелец яхты Виктор Виксельберг А вот это уже обыск на яхте Виктора Виксельберга Махину арестовали 4 апреля 2022 года Гражданская гвардия Испании в рамках судебного поручения от США И по указанию следственного суда города Пальма-де-Майорка Наложила арест на яхту «Танго» Под санкциями находятся и яхты Олега Тинькова И яхты Искандера Махмудова А также яхты других горе-олигархов Замороженные имущества Михаила Фридмана Петра Авина, Искандера Махмудова и так далее Красивые суда одиноко стоят в Гамбурге и Ницце Что же будет с ними дальше? Возможно, их пустят на металлолом или отдадут кому-нибудь? Но почему эти яхты сплыли, как говорят в интеллигентных кругах у нас? Почему они под арестом? Ведь эти русские олигархи, они так старались понравиться Западу И имущество приобрели на миллиарды И налоги платили космические И благотворительностью занимались там, а не в России А вот теперь выясняется, что англичанам, извините, все это пофигу Им важно другое Им важно, что это русские олигархи И они, во-первых, предатели А предателями пользуются, но их не любят Во-вторых, раз они не свергли Путина, значит, они не дорабатывают А кому нужны плохие работники? А в-третьих, истинный англичанин искренне считает, что честным путем За какие-то годы стать миллиардером честно невозможно По крайней мере, если ты не бил Гейтс и не открыл новый вид энергии И англичане лучше нас знают, что все эти миллиарды получились не от гениальных бизнес-решений или открытий А от близости к ельцинской власти и ельцинской семье А значит, происхождение этих миллиардов с душком Фридман Михаил Маратович, миллиардер Родился во Львове в 1964 году в семье инженеров Имеет израильское и российское гражданство С 2015 года резидент Великобритании Где продолжает проживать и после введения против него санкций Европейского Союза В 2019 году газета «Таймс» назвала Фридмана богатейшим жителем Лондона С состоянием в 15 миллиардов долларов Это Атленхаус, дом на века Точнее, дом с двухвековой истории Особняк на севере Лондона в викторианском стиле построен в 1872 году Фридман приобрел в 2016 году Михаил Фридман потратил на его покупку 86 миллионов долларов В эту стоимость вошла территория вокруг дома площадью в 2 гектара В доме 6 спален, сигарная комната, тренажерный зал, комната для йоги Подземный бассейн, винный погреб, медиазал и много чего еще На территории расположены коттеджи для персонала и теннисные корты На все строительные работы Фридман потратил 130 миллионов фунтов стерлинга Это только одна жемчужина из коллекции дорогостоящих покупок Фридмана У него есть своя яхта, есть частный самолет И огромное количество недвижимости, которое разбросано по всему миру Это и коммерческая недвижимость, это и частная недвижимость Но стал ли он после этого лордом? Похоже нет 14 марта 2022 года Фридман попал в санкционные списки Австралии С 5 апреля 2022 находится под санкциями Новой Зеландии С 19 апреля под санкциями Канады Как же разбогател Фридман? Кто он по профессии? Он из семьи инженеров закончил физико-технический вуз МИСИС И работая инженером в электростале Он параллельно создал кооператив по мытью окон Но сначала Фридман перепродавал билеты у входа в театр Потом организовал в вузе что-то вроде диско-клуба под названием «Земляничная поляна» Но сам не танцевал, а вытанцовывал Занимался фарцовкой В 1988 году Фридман организовал кооператив по доставке продуктов и мытью окон Затем были еще кооперативы А потом была та самая приватизация Совместно с компанией Виктора Биксельберга и Леонардо Блаватника В 1996 году Фридман приобрел с торгов 40% государственного пакета тюменской нефтяной компании А уже через год были выкуплены все акции И установлен 100% контроль над компанией Половину доли консорциума получила компания Фридмана Удачно взял себе партнеров из правительства Понятно, что главные деньги это удачная приватизация нефтяного бизнеса Потом его удачная продажа за 20 миллиардов Как-то Фридман и его приятель, премьер-министр Михаил Касьянов Положили глаз на объекты ФСО Дачи Михаила Суслова и Константина Чернянка Сосновку-1 и Сосновку-3 План был прост Касьянов организует приватизацию объектов И они по нужной цене достанутся структурам Фридмана А тот одну гусдачу отдает Касьянову В результате Сосновка-3 досталась друзьям за 10 миллионов 100 тысяч рублей А Сосновка-1 за 11 миллионов 100 тысяч Рыночная же стоимость дач вообще составляет около 250 миллионов долларов Ведь речь идет не просто о домах, а о целых комплексах Сосновка-1 включает 26 объектов недвижимости Расположенных на 11,5 гектаров земли Сосновка-3 это 23 объекта Размещенные на 5,6 гектара Зачем одному человеку собственный музей живописи? Оценочная стоимость доходит чуть ли не до 800 миллионов рублей Что такое роскошь по-восточному? Поэтому человек живет на широком Все олигархи зациклены на домах и дачах Есть среди них настоящие эстеты Например, друг Фридмана Петр Авин Авин Петр Олегович Родился в Москве в 1955-м Является гражданином Латвии и России Живет в Лондоне По версии журнала Forbes В 2021 году занял 30-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России Картины великих русских живописцев Главная страсть и активы миллиардера В то время выдающийся коровин стоил, как машина Жигули Для меня это все зацепило Гончарова, Лариона Вот эти вот все имена как-то так вот остались Его коллекцию называют лучшей среди частных и наиболее полной Здесь работы Василия Кондинского, Марка Шагала, Михаила Ларионова, Юрия Аненкова, Натальи Гончаровой, Константина Коровина, Петра Кончаловского, Кузьмы Петрова-Водкина Там достаточно разные художники, стоимость, если оценивать в целом все картины, оценочная стоимость доходит чуть ли не до 800 миллионов рублей Конечно, в свое время он достаточно много вкладывал и выкупал костинность Официальная оценка, сделанная журналом Forbes в 2014 году, была в районе 500 миллионов долларов Но с тех пор стоимость коллекции подросла Так что вложение оказалось действительно выгодным Хотя это далеко не все, к чему имеет страсть Петр Авин Правда, далее у Петра Олеговича все, как у всех У Авина находится особняк Великобритании, а именно в графстве Сюрей И его площадь более 29 тысяч квадратных метров Строительство дворца Авин начал в 2004 году Уже тогда англичане, работавшие на стройке, удивлялись множеству охранных систем Вся территория усадьбы обнесена высоким забором, находящимся под напряжением Внутренняя часть здания спланирована по принципу умного дома Наполненного инфракрасными датчиками, распознающими малейшее движение и звук Интересно, как заработал этот олигарх свое состояние? Может показаться, что Авин сделал карьеру на госслужбе В 1991 он работал заместителем министра иностранных дел А во времена правления Ельцина был министром внешнеэкономических связей Работал в правительстве Егора Гайдара В это время Авин активно взаимодействовал с Фридманом и его банком Пользуясь связями, создал компанию, которая зарабатывала на сделках с внешними долгами В том числе Индии, Ганы и бывшего СССР Долгие годы министр внешних экономических связей РФ торговал информацией А после ухода с министерского поста в 1992 году и после отставки Егора Гайдара Авин начал работать по той же специальности, только в частном порядке Он создал свою компанию, которая занялась консультациями по российским зарубежным долгам По роду своей министерской службы он знал всю подноготную лучше, чем кто бы то ни был И обладал отличным набором связей в правительстве Конкурентов на этом рынке у Авина просто не было Государственные долги России компания Фридмана, например, покупала за 25-30% от их реальной стоимости А потом получала за них от страны полную цену Распилом предприятий Петр Олегович тоже не брезговал Еще когда он возглавлял министерство, оно курировало приватизацию существенных Внешнеэкономических предприятий Советского Союза Там были такие мощности, например, как Союз нефтеэкспорт, осуществлявший до 70% сделок по стране по экспорту нефти При этом, внимание, зарубежная собственность этой компании стоила 1 миллиард долларов Но приватизировано было всего за 2 тысячи долларов Акции распространили по закрытой подписке среди бывшего руководства Союза нефтеэкспорта и министерства А это Искандер Махмудов Искандер Кахрамонович Махмудов Родился в 1963 году в Бухаре, Узбекистан Основатель и президент Уральской горнометаллургической компании В российском рейтинге богатейших бизнесменов России Опубликованном в апреле 2021 года журналом Forbes Занимает 19 место с состоянием 9 миллиардов 700 миллионов долларов В 2022 году внесен в санкционные списки Великобритании, Украины и Новой Зеландии А это скромное шато миллиардера Особняк ничем не выделяется и не поражает Он просто относится к историческому наследию Франции Ну он вот любит, конечно, как, наверное, человек из Узбекистана роскошную жизнь Владеет яхтой примерно за 100 миллионов долларов Владеет недвижимостью во Франции достаточно серьезной Один из его особняков признан там национальным достоянием Франции Также у него квартира в Сан-Тропе Поэтому человек живет на широкую ногу Как и главное на чем разбогател этот человек В 80-е он был на войне в Ливии Работал там переводчиком по линии Министерства внешнеэкономических связей СССР Поэтому лихие 90-е не показались ему чем-то страшным На заре бизнеса он совместно с небезызвестными братьями черными Скупал акции металлургических компаний В результате чего с компаньоном Казицыным они сформировали УГМК Также является совладельцем Кузбасс-разрезуголь Это вторая по объемам, насколько я понимаю, компания по добыче угля в России Нефть к тому моменту уже разобрали Поэтому Махмудов остановил свой выбор на меди и на угле Его первым солидным приобретением становятся акции меди-добывающих предприятий В середине 90-х он стал гендиректором промышленно-финансовой компании В это же время он помогает братьям черным приватизировать Павлоградский алюминиевый завод Махмудов потратил долгие годы, чтобы взять под свой контроль Многие предприятия медной промышленности В отрасли поговаривали, что в начале 2000-х его фамилия всплывала в связи с расследованиями преступлений в отношении ряда АО Таких как Нижневартовскнефтегаз, Магнитогорский металлургический комбинат, УАО Гайский ГО Но самой скандальной была история с захватом Качканарского горнообогатительного комбината Еще в начале 2000-го года комбинат входил в десятку наиболее стабильных компаний И вдруг банкротство Это позволило предполагать, что кредитором ГОК стала подставная фирма-однодневка Которая была оформлена на руководство комбината А теперь посмотрите на эту квартиру мечты Это ли не произведение искусства? Потолки покрыты серебряными листами Стены отделаны венецианским гипсом Из панорамных окон открываются чудесные пейзажи Центрального парка Нью-Йорка Квартира площадью 360 квадратных метров Расположена на Манхэттене на 75-м этаже небоскреба Целых два года известный нью-йоркский дизайнер Ноэль Джеффри делал в квартире ремонт Тут стоит аквариум на 1200 литров воды для морских коньков из Бразилии А гигантскую спальню освещают две хрустальные люстры Которые по утверждению Ноэля Значительно превосходят знаменитые люстры в Метрополитенопер Сейчас квартира стоит 50 миллионов долларов И она продается А продавец миллиардер Василий Анисим Ну у всех цель золота А почему золото объясню Потому что женщины золотые Поэтому чтобы с ними быть надо получать только золото Чем заработали дети олигархов свой первый рубль? И в этот момент я значит понял, что у нас в школе отсутствует такой рынок Зачем выводить активы за рубеж? Они просто вот украли это у страны, у людей И по большому счету понимают, что рано или поздно могут это попросить назад Василий Васильевич Анисимов Миллиардер Родился в 1951 году в городе Алматы В 2022 году журнал Forbes поставил его на 54 место в рейтинге российских миллиардеров Этот любитель золота свое состояние, которое сейчас составляет 1 миллиард 600 миллионов долларов Сделал на другом металле Алюминий Он стоял у истоков достаточно крупных бизнес-переделов В том числе и знаменитый Красноярский алюминиевый завод И Рачинский глиноземный комбинат, Братский алюминиевый завод Заработал он свои деньги В 1986 году он был назначен руководителем МОЗ Росторга Первым успешным проектом Анисимова Была компания, которая занималась постройкой кирпичных заводов Для градообразующих сырьевых гигантов Там бизнесмен получил сведения о цветных металлах А наличие у фирмы статуса спецэкспортера Позволило обменивать на Западе продукцию своей клиентуры на оснащение для кирпичных заводов Вместе с этим возможность вывозить стратегическое сырье цветные металлы за рубеж На валюту он закупал заводы кирпичные В основном они шли для металлургических комбинатов И вот так он сколотил первое состояние Однако специалисты подчеркивают, что получить такой статус без помощи чиновников было невозможно Анисимов и соглашается, что ускорял бюрократические процедуры в ресторанах Которые посещал с нужными людьми Во время застолий и решали все нужные вопросы Это совпадало с началом лихих 90-х Тогда происходила приватизация государственных активов И начиналась жестокая конкуренция за контроль над алюминиевой промышленностью В конце 90-х годов, когда он сказал, что у меня цель была заработать денег и свалить за рубеж Но когда началась приватизация, я не смог остаться в стороне и не скупить предприятие, с которым я работал Мне кажется, ну это просто уровень человека показывает Вот у человека задача была хапнуть и сбежать Сегодня в активах миллиардера Анисимова числится еще и девелоперская компания Главным направлением ее деятельности является управление проектами в области жилой, коммерческой и промышленной недвижимости в Москве и Московской области В портфеле проекты общей площадью более 15 миллионов квадратных метров Земельные владения составляют около 20 тысяч гектаров Самое известное детище Анисимова в строительстве Респектабельный дачный поселок в Домодедовском районе Московской области Именно его выбрала для отдыха российская элита Но если активы Анисимова разбросаны по стране То все богатства Олега Тинькова сосредоточены на одном сайте И это целая сеть семейных дач, которые расположены по всему миру В Мексике, России, Италии, Франции И все дачи олигарха связаны с хобби миллиардера У меня вообще два разных паттерна А когда я в Европу уезжаю, там, в Италии я живу, там, да, у меня дача там Или сейчас еду на лядачу у меня там в Алтаранте и в Куршаве Или два шале, я там катаюсь Тиньков Олег Юрьевич, 1967 года рождения Родился в поселке Полысаево Кемеровской области В январе 2018 года был включен в Кремлевский доклад Минфина США Список из 210 чиновников, политиков и бизнесменов Приближенных, по мнению американцев, к президенту России Однако же 24 марта 2022 года После начала спецоперации России на Украине Был включен в персональные санкционные списки Великобритании По данным издания Forbes В списке богатейших бизнесменов России В 2021 году Тиньков занимал 32 место С состоянием 4 миллиарда 700 миллионов долларов В списке наиболее состоятельных людей мира 608 место В 2022 году Выбыл из глобальных и российских списка Тиньков владеет огромной виллой во французском Куршевеле Она находится на высоте 2000 метров над уровнем моря в горах В интерьере меха, позолота, этнический орнамент Это горнолыжный курорт А вот в Италии У олигарха имеется своя дача в Астрахани На ее строительство его вдохновила рыбалка Площадь этой дачи Примерно в 1440 квадратных метров Общая площадь участка в Астрахани Из дорогого сорта мрамора Стеллажи для вин сделаны на заказ Из цельного дерева ценных порог Также у Олега Тинькова есть в собственности квартира в Париже Рядом с Марсовым полем Правда, сам Тиньков утверждает, что там из крана течет ржавая вода Поэтому он туда практически и не заезжал На реконструкцию постройку домов Олег Тиньков потратил 50 миллионов долларов Но у миллиардера имеется не только недвижимость и яхта У Тинькова также имеется частный самолет Который он использовал для перелета из Москвы в Лондон В европейскую часть Когда он активно взаимодействовал с Москвой И вел бизнес И развивал свой бизнес на территории Москвы То есть он вынужден был летать И имеет частный самолет Причем это не просто самолет На кадрах сверхдальнемагистральный Falcon 8X Прибывает в Москву Это флагман линейки бизнес-джета Удивительно быстрый самолет Способный летать со скоростью 1100 км в час На пути до 11945 км без дозаправки При этом усовершенствованная конструкция крыла И новая силовая установка Делают бизнес-джет на 35% экономичнее Чем другой сверхдальнемагистральный самолет этого типа Самолет оснащен трехмерным метеолокатором И пилотажным индикатором Совмещающим реальную картину И синтезированное изображение Ориентировочная стоимость джета 59 миллионов долларов Вот только откуда на это все средство И как началась империя Тинькова Олег Тиньков, которого принято считать самородком Тоже, как ни странно, разбогател в 90-е Когда молодой Олег приехал в Польшу Чтобы познакомиться там с родственниками Своей невесты Рины Он сразу же смекнул Что электротовары в Польше стоят дорого А в России дешево Так и стал возить в Варшаву телевизоры и бензопилы А возвращался со стройматериалами Газовыми баллончиками и пистолетами Зарабатывал Тиньков тогда прилично Но мыслил масштабнее Поэтому в какой-то момент Он решил отправиться в Америку Чтобы научиться рыночной экономике Он долго жил в Америке Вернулся в Россию И вот это очень интересная вещь Когда человек попадает в Россию И смотрит Слушайте, а там, например, в Америке кофейни А в России их еще не было О, надо кофейни открывать А в Америке там бургерные А в России еще нету Надо бургерные открывать Именно в США Тиньков увидел банки Которые обслуживают клиентов дистанционно Он загорелся идеей создать в России такой же банк В 2005 году купил Химмашбанк И на его платформе Стал строить инновационную банковскую сферу Привлекая инвесторов и занимаясь раскруткой И тут речь пошла о миллионах и даже миллиардах Если говорить в целом о капитале Олега Тинькова То его капитал на сегодняшний день Оценивается в 860 миллионов долларов Но по его же заявлениям Это всего лишь 10% от реальной стоимости его активов А вот апартаменты в одном из самых дорогих районов Лондона Ридженс Парке И здесь нашел свой дом опальный олигарх Михаил Ходорковский Михаил Борисович Ходорковский 1963 года рождения Коренной москвич В 1995-2003 годах был совладельцем и главой нефтяной компании ЮХАС Арестован российскими властями по обвинению в хищениях и неуплате налогов 25 октября 2003 года В 2005 году был признан российским судом Виновным в мошенничестве А вот где сейчас проживает Ходорковский Комплекс называется Террасы Святого Эдмунда Тут в трех шестиэтажных зданиях размещается всего 36 квартир с огромной площадью 250-300 квадратных метров Стоимость каждой квартиры достигает 12 миллионов фунтов В комплексе имеется бассейн, подземный паркинг, тренажерный зал и круглосуточная охрана Дальше консьержа без согласия владельца квартиры не пройти Но это лишь малая часть владений бывшего главы ЮХАСа По данным одного из СМИ у Ходорковского имеется большой особняк на Рублевке В стоимость просто в огромную сумму денег Но сейчас он его сдает приблизительно за 800 тысяч рублей Историю взлета и падения Ходорковского стоит напомнить После приобретения компании ЮКОС Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России Через ЮКОС он владел 20% запасов нефти в стране и 2% нефтяных запасов всего мира Доход Михаила Борисовича в середине 90-х составлял порядка 7 миллиардов долларов А к середине нулевых он удвоился и вырос до 15 миллиардов Один человек так сильно обогатился на природных ресурсах всей страны То же самое можно сказать и обо всех остальных наших героях Ведь если бы это происходило в США или Великобритании То эти люди этих денег бы никогда не заработали Более того, с большой долей вероятности они просто бы сели в тюрьму Ибо с точки зрения Запада действие наших миллиардеров нарушает сразу десятки законов В том числе лоббизм, уход от налогов, использование административного ресурса А еще почти у каждого есть уголовные преступления, которые просто замалчиваются Так что все эти миллиарды фактически украдены у России И так называемые бизнесмены просто вовремя подсуетились И использовали прорехи в законодательстве Например, несовершенство механизма приватизации Они просто вот украли это у страны, у людей И по большому счету понимают, что рано или поздно могут это попросить назад Поэтому просто стараются выжать максимум Как можно быстрее вывести деньги из страны и самим остаться там же Чтобы не пришлось за все это отвечать Есть масса примеров, когда супербогатые люди являются и примером суперщедрости Например, Рональд Перельман Инвестор, чьи состояние оценивается в 14 миллиардов долларов Он председатель Карнеги Холла, концертного зала в Нью-Йорке Рональд жертвует огромные деньги в области медицины и образования Например, одно из его ранних пожертвований Около 20 лет назад привело к разработке лекарства от рака молочной железы Пол Аллен, соучредитель корпорации Microsoft Открыл фонд, деятельность которого направлена на улучшение жизни людей На Тихоокеанском Северо-Западе и других регионах США Он также основал Институт изучения мозга Через свой фонд Аллен регулярно жертвует большие суммы на медицинские исследования Азим Примжи Председатель Совета директоров индийского IT-гиганта В 2001 году он основал фонд, с помощью которого надеется улучшить систему государственного образования в Индии В своей клятве он написал Я считаю, что те из нас, кому повезло обладать богатством, должны делать значительные пожертвования Чтобы попытаться создать лучший мир для миллионов людей, кому повезло меньше А что сделали наши олигархи на свои миллиарды? Вот поселок Полысаево, малая родина Олега Тинькова Обшарпанные дома, плохие дороги А ведь здесь, на деньги магната, можно было бы построить и новую школу, и новый завод, и новую поликлинику А это Верхняя Пышма, город Свердловской области Здесь находится предприятие, которым владеет Махмудов Посмотрите, какие районы тут есть Не сравнить с Лазурным берегом, на котором привык отдыхать сам Махмудов А вот, например, как выглядят вековые дома в одном из районов города Липецк Интересно, хватило бы денег у олигарха Фридмана, чтобы построить здесь новый Если бы он не купил тот самый Атланхаус Да что там деньги, вывезенные из страны В нулевые олигархи вывезли из страны свои семьи Вот, например, никому неизвестная в России и в Москве девушка Зато красотку знают в США Это дочь алюминиевого магната Анна Нисимова Она эпатирует местную публику скупкой недвижимости Там недвижимости по 7-15 миллионов долларов за квартиры Поэтому без жилья не останется, видимо Анна Нисимова прославилась три года назад Нет, она не изобрела что-то типа адронного коллайдера И не совершила прорыв в области бионического протезирования Она просто сняла дом в окрестностях Нью-Йорка за 550 тысяч долларов Причем пресса пишет, что дом того не стоил Поэтому на данный смеялся местный Бомон С тех пор имя русско-американской принцессы регулярно появлялось в западных СМИ Но на этом история Анны не заканчивается Чуть позднее она купила апартаменты на 42-м этаже В доме, в котором всего 38 квартир Зато каждая по 420 квадратных метров На 120-метровой террасе бассейн с минеральной водой Дождевой душ в индонезийском стиле и летняя кухня Можно и поплавать в бассейне и погреться у камин И это все в самой квартире В жилом комплексе есть также отдельный спа и фитнес-центр Винный погреб с контролируемым климатом Библиотека, бизнес-центр, ресторан, почтовое отделение и многое другое Среди ближайших соседей Анисимовой Топ-модель Каролина Куркова Писатели, звезды шоу-бизнеса И все эти удовольствия за какие-то 5 миллионов долларов Почему олигархи ударились в панику? Потому что думали, что все рухнет Что теперь будет с богатыми беглецами? Как ему сейчас просто дальше жить, когда ему надо разрешение, чтобы пойти и потратить свои собственные деньги? У другого заботливого отца Михаила Фридмана четверо детей Три дочери и сын Они входят в десятку самых богатых наследников российских миллиардеров На каждого из них приходится 3 миллиарда 300 миллионов долларов Но если дочери олигарха не эпатируют публику То его единственный сын Александр Ожельский, Саша Фридман Отдувается за всех Предпринимательскую жилку отца он унаследовал сполна Торговать начал еще в школе В столовой он приторговывал снэками, чтобы дети не стояли в очередях Старшеклассников выпускали позже, чем младшеклассников Когда они приходили уже на обеденный перерыв Там уже была такая длинная-длинная очередь И они, ну, как бы долго в ней стояли Это всех раздражало безумно Я где-то за 5 минут до конца урока просил аккуратно слиться в туалет Покупал там всякие чипсы, шоколадки, всякие сэндвичи И когда уже формировалась эта очередь такая длинная Я просто подходил к старшеклассникам вот так вот Со всем своим товаром и, значит, предлагал его в два раза дороже А вот Дарья Тинькова Именно в ее честь Олег Юрьевич назвал компанию по производству пельменей Однако Дарья признается, что с Россией кроме пельменей ее ничего не связывает Я в Москве вообще очень вот редко бываю Залетела буквально на три дня паспорт сделать У меня он 20 лет просрочился Вот мне сейчас 26 будет, и я он 6 лет без паспорта Зато в родном Лондоне девушка знает все Я живу в Лондоне 10 лет До этого я в Оксарде жила У меня было такое детство чуть разброшено Я там два года там училась, два года там Поэтому у меня не было никогда там хороших, лучших друзей дома Я всегда вот между странами была Дарья в обычной жизни почти не использует русскую речь Ведь все ее друзья говорят по-английски и по-французски Как это ни странно, но все эти люди отреагировали на начало спецоперации одинаково В феврале 2022 года частные джеты с бизнесменами на борту Поднялись в небо на территории России, а приземлились за ее пределами В Лондоне, в Дубае, Швейцарии, на Мальдивах и Сейшелах В безопасном, как им казалось, месте олигархи начали отрекаться от России Для начала Олег Тиньков публично отказался от российского гражданства Документ об этом есть в его социальных сетях Бумага датирована 26 октября 2022 года И в настоящее время Тиньков является гражданином Кипра А 31 октября 2022 года Тиньков продал свою долю банка А это 35,1% Решение продать бизнес было поспешным, он испугался Вот в начале спецоперации многие иностранцы Очень дешево продали свои там фабрики, заводы и так далее Потому что думали, что все рухнет Прошло время И сейчас уже они продают, но уже совершенно по другой цене С 24 марта 2022 года Олег Тиньков находится под санкциями Великобритании Страна запретила въезд и обслуживание его яхт, судов, самолетов В британские порты и аэропорты Неожиданно, да? А российского гражданства уже не вернуть И ледокол все еще под санкциями Яхта находится на европейской части, на него наложили санкции Сейчас он активно судится и старается спорить эти санкции И, как я думаю, в некоторой степени подобное высказывание сделано Чтобы сохранить свои активы на территории Европы Однако западная система на его примере показала, что никакие суды и законы не играют роли, когда речь идет о политике Было постановление ряда правительств, которые сказали, что это враг, и поэтому все, что принадлежит врагу, теперь наше Вы понимаете, это про двойственность стандартов И это лишний раз должно каждого российского предпринимателя заставить задуматься, а действительно ли нужно вводить активы за рубеж Петр Авин жалуется на то, что его международная инвестиционная компания полностью разрушена А счета и активы заморожены У АВНа не только заморозка, там еще огромная потрясающая коллекция живописи Которая может быть, в принципе, арестована Хотя Авин говорит, что счета его компаний блокированы Предположительно, выплата дивидендов в пользу ВСУ Украины продолжается Только это ему не поможет Авин тоже уже успел отказаться от российского гражданства, оставшись гражданином Латвии Но, похоже, его скоро выгонят и оттуда Как и его давний друг Михаил Фридман Он тоже отказался от России и тоже находится под санкциями Великобритании и ЕС Бизнесмен продолжает обитать в Лондоне Но при этом не перестает жаловаться на жизнь Отмечает, что даже не может позволить себе сходить в ресторан Ведь у него арестованы все счета и имущества Он не раз признавался в интервью, что действительно не может понять Как ему сейчас просто дальше жить, когда ему надо разрешение, чтобы пойти и потратить свои собственные деньги В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала Что Фридман предложил перевести из своего личного состояния 1 миллиард долларов на Украину В обмен на отмену санкций против него По некоторым данным Фридман и ранее через дочерний украинский банк спонсировал ВСУ во время АТО на Донбассе Кроме того, бизнесмен спонсировал украинский пропагандистский фильм «Киборги» Поэтому власти Британии и позволяли ему жить на уровне топовой международной элиты До поры до времени Но этого стало мало Как призналась европейская пресса, Фридман и Авен еще должны были негласно решать вопросы с высшим руководством России На которые, по мнению функционеров ЕС, имели влияние Однако внезапно выяснилось, что влияние подобных личностей на Кремль равно нулю Это разочаровало или даже разозлило западных кураторов У Фридмана заморожено практически все Ему разрешена небольшая сумма на содержание И недавно был тут скандал, когда полицейские приехали, обнаружив, что он там использует свои деньги Там нашли какую-то там сумку с деньгами Правда, там с той стороны опровергают, но судя по всему, это все-таки действительно правда И к нему будут какие-то дополнительные санкции применены Это парадокс, но Фридмана поймали на том, что он тратит свои же деньги больше установленного Евросоюзом лимита Так он попал под дополнительный надзор компетентных органов, которые отслеживают выполнение санкций Выходит, теперь его будут периодически наказывать, объясняя, что никогда он не будет равен лордам А всего лишь простой туземец и холон Вообще сегодня в британском списке 256 россиян и члены их семей Все эти люди попали под санкции ЕС Попал в этот список, как ни странно, и сын Фридмана Александр Ожельский И после того, как Ожельский отошел от этой шокирующей новости, он публично завизжал в социальных сетях на этот счет Я оскорблен и ошарашен этим решением Я не могу поверить, что мое личное мнение по поводу этой ситуации никто не принял во внимание Я не могу поверить, что единственная причина, по которой против меня ввели санкции, это мои родственные связи Ожельский вероятно считал, что сыну олигарха положено пользоваться только лучшими сторонами своего положения Летать на бизнес-джетах, носить брендовую одежду, отдыхать на курортах мирового класса Обратной стороной своего статуса он был сильно раздосадован Так что можете не удивляться тому, с какой скоростью он меняет свою национальность Тут он заявляет, что русский Этот вырос, этот родился, вырос, для меня это все-таки дом А тут уже еврей Один англичанин сказал мне не очень приятную фразу на базе того, что я еврей А тут уже сын российского олигарха на английском языке заявляет, что он вообще украинец Я считаю себя украинцем Но, пожалуй, самым позорным способом от российского гражданства оказался Василий Анисимов Накануне своего публичного предательства Анисимов указом президента России был награжден орденом За заслуги перед Отечеством четвертой степени На встречу с президентом он прибыл и орден взял На следующий день, как пишет Форбс со ссылкой на документы, которые бизнесмен подал в британскую регистрационную палату Он отказался от российского гражданства Анисимов переехал в Швейцарию, при этом получив гражданство Хорватии А самым хитрым способом отказаться от паспорта РФ попытался 54-летний миллиардер Рубен Варданян Его состояние оценивалось в 2021 году в 1 миллиард долларов В настоящее время бизнесмен является только гражданином Армении Осенью 2022 года Варданян переехал в Нагорный Карабах и объявил себя премьером республики Затем заявил об отказе от российского гражданства Объяснив это желанием быть со своим народом в трудные для него дни Только эта хитрость не сработала А ведь на эти огромные деньги, которые ушли из страны, можно было бы сделать очень много А теперь представим, что было бы, если бы эти деньги остались в России Самое простое, что можно было бы сделать, это раздать деньги россиянам Тогда на каждого из нас получилось бы по 2000 долларов Каждая средняя семья, которая обычно состоит из 4 человек, смогла бы улучшить свои жилищные условия 2000 умножаем на 4, получится 8000 долларов на семью За эти деньги в регионах можно купить вместо двухкомнатной квартиры трехкомнатную Ну а если собрать все 300 миллиардов воедино, то можно совершить космический прорыв Отправить человека на Марс А можно просто построить 4000 больниц по всей стране Но сейчас это только мечты Ведь какие-то люди забрали все с собой и подарили это Западу Но как бы там ни было, эпоха разворовывания страны закончена Наступает новое время А тем, кто хочет жить и работать и зарабатывать в России, дан прекрасный урон Остается только надеяться на то, что он будет усвоен А на сегодня шокирующая гипотеза нет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...